Скандал на выборах президента Федерации бокса России. Двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко не пустили в здание Олимпийского комитета, где проходило голосование. Тищенко и других известных спортсменов, в том числе Александра Лебзика, бывшего главного тренера сборной России, остановили у ворот. Как это происходит, снял президент Федерации бокса Нижегородской области Андрей Гоголев. На кадрах видно, что спортсменов не пускают охранники. Мы просто испугались пустить нас на конференцию и выслушать наше мнение. Не надо ничего там сверхъестественного, мы и не просили. Просто нас запустите и дайте нам высказаться, дайте нам самим проголосовать и самим решить судьбу нашего российского бокса. Мы не хотим, чтобы за нас кто-то решал генерал, адмирал, боксеры сами хотят навести порядок в своем доме. Ранее один из кандидатов президента Федерации бокса Эдуард Хусаинов провел пресс-конференцию, на которой заявил, что на его соратников оказывают давление. Алексей Тищенко и другие боксеры, которых на выборы не пустили, по некоторым данным, выступали за кандидатуру Хусаинова. Мне фамилии всех не хочется называть, я, наверное, их этим подставлю, но не звонят и говорят, вот так и так, там замгубернатора звонил, представитель споркомитета звонил, рекомендовали голосовать там за определенного делегата, не за меня. Ну, у нас же общественная организация, мы сами в состоянии принять. Мы лучше знаем, за кого нам голосовать. В итоге конференцию провели и выбрали председателем Высшего наблюдательного совета Федерации бокса Алексея Рубежного, начальника службы безопасности президента России. А сама должность президента Федерации бокса России упразднена. Продолжение следует...